Только в Адлерском районе на начало августа сумма долга составляла 52 миллиона рублей. Сейчас 46 миллионов. Подобные рейды специалистов Сочи Теплоэнерго заставляют многих вспомнить об оплате за отопление и горячее водоснабжение. Далги перед Сочи Теплоэнерго. Наталья, я посмотрю. Долг квартиры мы собираем. Сейчас внук пошел на работу, будет платить. А пока денег нет. Все. Таких должников в Адлерском районе на сегодняшний день 1400 человек. Часто среди них оказываются пенсионеры. Их взрослые дети и внуки абстрагируются от существующих проблем. Не помогают в оплате за коммунальные услуги, а сумма долга зашкаливает за 180 тысяч рублей. Основная мера – это отключение в досудебном порядке, которое используется. И, конечно, у нас большое количество теперь уже отсуженных должников. И мы продолжаем активно работать с судебными приставами, совместные рейды проводим. В случае, если оплата за коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи, есть возможность обратиться за компенсацией в органы соцзащиты. Многие горожане не предпринимают никаких действий и просто закрывают глаза на свои долги, а тем временем они растут. Здесь важно не доводить ситуацию до критической. В микрорайоне Голубые Дали не платят за горячую воду и отопление должники из 338 квартир. Если нет платежей и после того, как были перекрыты краны с горячей водой, материалы дела передаются в суд. И тут уже дело за судебными приставами, которые изымают имущество. Доходит и до переселения людей в другое жилье. Категории неплательщиков бывают самые разные. И те, у кого действительно проблемы с деньгами, и те, кто просто не считает своим долгом платить за предоставленные услуги. Но есть такие, которые злостные неплательщики, которые приходится не то что арестовывать даже имущество, также и машины, где мы также неоднократно у нас рейдеры в мероприятии с инспектором ГАИ. Также мы выносим последнее ограничение, у кого сумма долга больше 10 тысяч. Всех без исключения мы ограничим выезды. В этом году разрешение на выезд за границу не получили 260 сочинцев. Именно за долги перед Сочи теплоэнерго.